Совсем скоро в России может появиться новый вид капусты. Вдобавок к брюссельской, цветной и белокочанной, добавится еще и капуста кейл. Перед российскими учеными стоит задача адаптировать заморский овощ к российским землям и начать поставлять его на рынок. Внедрить овощ в рацион россиян планируют уже к 2025 году. Капусту в массовых промышленных масштабах в России не выращивают. Поэтому мы взяли на себя такой пилотный пионерский проект, адаптировать ее к условиям России и начать с Татарстана. Мы сейчас работаем с разными сортами и выясняем поведение этой капусты в условиях Татарстана. Капуста кейл очень популярна в Европе. В пищу ее употребляли еще древние греки. К нам сейчас ее поставляют в основном из-за границы, поэтому цена довольно-таки высокая. Интерес ученых к этой капусте вызван тем, что в ней содержится много полезных веществ. Также ее используют в качестве профилактики многих заболеваний, от сердечно-сосудистых до онкологических. Наша задача не лечить, а именно создать какие-то продукты и найти ресурсов для создания этих продуктов, обогащенные вот этими самыми витаминами, минеральными элементами, антиксидантами, белками, омега-жирными кислотами и так далее. Вот один из таких интересных проектов связан и с растениями капусты кейл. Капусту кейл, помимо обычного повседневного употребления, используют во многих ресторанных блюдах. Чаще всего ее применяют в вегетарианском и диетическом питании. Ее можно добавлять в салаты, горячие блюда и делать из нее смузи. Ну или же просто есть ее в сыром виде. Вкус ее немного своеобразный, горьковатый и может не сразу прийти по вкусу потребителям. Вкус капусты кейл зависит от ее сорта. То есть чем плотнее листья, чем они темнее, тем больше вкус напоминает вкус морской капусты. А так в целом это обычная зелень. И чтобы к ней привыкнуть, можно для начала заменять, допустим, обычный лист салата в бургере на капусту кейл. И когда уже ваш язык будет готов к восприятию вкуса, вы можете спокойно делать из него смузи, свежевыжатые соки и добавлять в свой рацион. По словам ученых, чтобы убрать горьковатый привкус капусты, собирать ее нужно в ноябре, когда пойдут первые холода. Из-за низких температур в капусте начнут образовываться сахара. Также этот овощ прекрасно переносит заморозку. Наша капуста белокочанная, по вкусу она похожа, но это намного больше содержит питательных веществ, микроэлементов. И для нашего человеческого организма очень полезная. Ну это двухлетнее растение. На зиму мы убираем листовую пластинку. То есть мы закладываем морозильники и целый год можно его использовать. Совсем скоро на прилавках магазинов может появиться новый вид растительности. К брюссельской, брокколи и обычной белокочанной капусте может добавиться и капуста кейл. По словам ученых, такой размер этой капусты еще не предел. Она может достигать размеров моего плеча, тем самым обеспечивая огромную урожайность, тем самым достанется как можно больше населению нашей страны. Лев Диденко, Велета Басова, Леонард Влитяров, Универ, Ньюс.